С 10 утра 28 июня в районе объявлен режим ЧАЭС. Во вторник в зале администрации района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой совещания стало выявление на территории Кашхабльского района очагов особо опасного вредителя марокканской саранчи. Для информации, марокканская саранча – насекомое небольшое, но не один раз вклинивавшееся в историю человека. Неоднократно саранча пожирала урожаи на огромных площадях, тем самым заставляя вымирать целые губернии. В пути они мужают, линяют, отращивают крылья, едят все, что попадается на пути – стебли, листья, плоды. Взрослая марокканская саранча очень похожа на кузнечика, но имеет короткие усы, рыжевато-желтое тело с некрупными темными пятнами. В минувшую субботу работники Россельхозцентра по Кашхабльскому району совместно со специалистами управления сельского хозяйства провели рит по полям района и выявили очаги марокканской саранчи, в связи с чем и возникла необходимость проведения заседания КЧС. Присутствовали все члены комиссии, главы сельских поселений, заместители главы района, начальники управления администрацией, специалисты Россельхозцентра и управления сельского хозяйства. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. По первому вопросу выступил начальник Россельхозцентра по Кашхабльскому району Руслан Хабисимов. Властям надо, чтобы вы нам помогли во всяком случае сейчас обследовать и зафиксировать места, где они. Это задача номер один. Второе – обработать. Многие рассуждают, что взрослые насекомые сейчас неуязвимы. Это не так. Факт, что надо и сейчас работать, и зафиксировать, что будет на следующем году. Глава района отметил, что вопрос серьезный, ведь на полях зреет урожай. Потерять его от налета саранчи будет очень обидно. Призвал всех глав поселений уделить самое пристальное внимание этому вопросу. В первую очередь, это оповещение населения, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, обследование полей и последующая их обработка. О принятых мерах по уничтожению особо опасного вредителя доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Сегодня первая задача – это значит совместная работа глава сельских поселений Русских госцентров, управления сельского хозяйства, все вместе бороться с саранчурами. Заслушав доклады и обсудив вопросы повестки дня, комиссия решила. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кашхабльский район Заур Самогову провести обследование зараженной территории района с составлением актов обследования, организовать работу по минимизации распространения саранчевых вредителей, составить карту очагов саранчевых вредителей с определением площади заражения, составить список сельскохозяйственной техники, которую можно будет использовать для проведения обработки территории против саранчевых вредителей. Рекомендовать главам администрации сельских поселений Кашхабльского района организовать дежурство ответственных работников администрации, обеспечить действенный контроль за фитосанитарной обстановкой на сельскохозяйственных угодьях, провести оповещение руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств и населения о распространении саранчевых вредителей и необходимости проведения химической обработки зараженных участков и территорий. Довести до их сведения, что 50% затрат на обработку будет компенсировано Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея. В случае обнаружения очагов распространения саранчевых вредителей незамедлительно информировать Управление сельского хозяйства. Рекомендовать начальнику Россельхозцентра Республики Адыгея по Кашхабскому району Руслану Тхабисимову обеспечить необходимое количество препаратов для борьбы с саранчевыми вредителями, оказать руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям ЛПХ методическую помощь по способам борьбы с саранчевыми вредителями.